Сами баскетболисты и сборной команды говорить об этой нелепой ошибке отказываются наотрез. На носу сборы и важные игры, отвлекаться от тренировок времени нет. О том, что не попали на престижное соревнование, не горюет. Искать крайних или указывать на кого-то тоже уже смысла не видят. Но вот как сообщили об оплошности в Министерстве иностранных дел. Причина отказа выдачи виз сборной Кыргызстана по баскетболу – нечеткая формулировка покрытия расходов. Организаторы соревнований приглашения указывали, что расходы по пребыванию несет кыргызская сторона. Представители Федерации баскетбола Кыргызской республики в свою очередь отметили, что расходы несет приглашающая сторона. Консул Китая принял решение отклонить запрос на получение визы. Наша сборная могла бороться за дали континента, но не смогла добраться даже до соседней страны. Ребята к МИДу претензий не имеют, но все же патронаж власти мощных им бы не помешал. Игроки в красном – наши юниоры. Сегодня они сыграли на турнире в честь 9 мая против узбекистанцев. Вчера выиграли два матча из двух. Талант и спортивную сноровку отмечают даже зарубежные специалисты. Сборная очень хорошая. Попробуем оказать им сопротивление. Последний день у нас с ними игра. Будем бороться. У нас хороший разыграющий Джумушев Бекен. Мне нравится очень Федор Бардашов. У ребят из России 9 номер. Очень тоже прилично играет. В Казахстане очень хорошие ребята в сборной. То есть очень хороший уровень баскетбола. С тренерами согласны и игроки. Серьезную заявку на победу в соревнованиях сделали казахстанцы, дважды одолев соперников. По словам игроков, в финале могут столкнуться Бишкек и Астана. На этом турнире я уже три года подряд участвую. И постоянно три раза мы проиграли в финале. Все игры мы проиграли в финале. То Азербайджану, там бывает, там Казахстану проиграем. Бодаемся с ними часто очень. Настрой на этот год? Настрой на этот год взять первый уже. Будет чемпионат мира по баскетболу 3 на 3. Он пройдет с 8 по 12 апреля в городе Манилы. Это Филиппины. Но мы туда, надеемся, попадем. Команда готовится. Команда будет очень сильная. Кроме того, молодежная сборная страны пробилась в самый серьезный турнир из возможных. Осенью команда поедет на Олимпиаду в Буэнос-Айресе. Если, конечно, с визами у них проблем не выявится. Канат Раскула, Фильдер Бектемиров, телеканал Апрель.